Эти пенсионеры и старики мучаются уже три года. Единственное отделение Сбербанка у них в районе закрыли. Мы живем с 1974 года в этом доме. И всегда в этом микрорайоне была сберкасса. Сначала там по Гоголевой, там оно пришло в ветхое состояние, переехало вот в это. После этого оно переехало сюда. Но в микрорайоне в этом сберкасса была всегда. Чтобы снять денег с карты или оплатить коммунальные услуги, Николай Алексеев вынужден ехать в другой район. На автобусе путь не близкий. Четыре остановки. А кто-то экономит на проезде и ходит к банкоматам пешком. Набираться? Далеко. И вот я туда хожу на вокзал. Я потихонечку хожу. Куда как. Сколько по времени? Времени сколько уходит примерно? Да время-то. Ну, два часа хожу. Даже на автобусе где-то около часа. Я вот сегодня проехал. Туда и назад вот. Данный район называют Казанка. По сути, это окраина Мурома. Тем не менее, здесь располагаются и многоквартирные дома, и предприятия. Работает железнодорожное депо. Есть больницы и дом культуры. Так что проходимость большая, говорят местные. Приписное население, которое здесь, это где-то около 20 тысяч. Не считая, мы не будем говорить о рабочих. Работающих там на стрелочном заводе, может быть, около 4 тысяч. На заводе Дзержинского там пусть около 4,5 тысяч. Было у банка в этом районе и помещение по самообслуживанию. Там раньше стояли банкоматы. Это лучше, чем ничего, говорят местные жители. Хотя ходили они туда на свой страх и риск, особенно вечером. Ходишь, как в подземелье. Освещение очень слабое. И практически работать с банкомата было неудобно. Вся площадь этого, думаю, надо же нашли место. Вся эта площадь была заросшая кустами, деревьями. Напрашивается мысль, что надо его вскрыть и грабануть. Потому что все сделали для того, чтобы это сделали. И инцидент произошел. После закрытия офиса, не проработав и года, закрылся этот модуль. Что с ним случилось и какой ущерб понес банк, руководство не говорит. Открывать его вновь не планируют. Что же касается офиса в жилом доме, то его закрыли из-за падения спроса. Посещать филиал стало мало клиентов. Банк оправдывается, мол, люди предпочитают получать услуги в режиме онлайн. В том числе и пенсионеры. Но верится в это с трудом. Сервисы или услуги, которые Сбербанк сейчас применяет, они настолько просты и доступны. В том числе нашим пенсионерам так называемые автоплатежи за услуги ЖКХ. Они доступны нашим клиентам. И нужно всего лишь один раз настроить эту операцию, для того, чтобы банк осуществлял вот эти рутинные регулярные платежи в пользу поставщиков услуг без какого-либо обращения в банк. За 2016 год в области закрыли 22 отделения Сбербанка. Тем самым тысячи граждан вынуждены наматывать километры в поисках банкомата. Тяжелее всего в данной ситуации селянам. Им вообще надо ехать в другой населенный пункт. Мириться с таким положением дел жители Казанки не намерены. Они собрали подписи и написали письмо Жириновскому. Этот вопрос партия теперь будет уже держать на контроле. Добиваться надо обязательно, потому что район очень большой. Однако пока руководство Сбербанка, обделенных услугами, не слышит. Видимо, у них своя логистика и подсчеты, согласно которым они принимают решение о закрытии филиалов. Ну а если пенсионерам тяжело ходить получается, им пора изучать мобильные приложения и на одну из пенсий покупать себе смартфон. Правда, хватит ли старикам после дорогой покупки денег на еду? Большой вопрос.